Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Клинская. В гостях Александр Васькин, писатель, историк Москвы. Как всегда, по понедельникам гуляем по Москве. Сегодня катаемся по окружной дороге. Вспоминаем историю, вспоминаем людей, которые строили её. И вспоминаем маршруты. И наслаждаемся сегодняшним днём. Мы остановились на той истории, что Николаевский вокзал был первый вокзал в Москве, который построили в 1849 году. Архитектор Тун, который придумал северный такой европейский стиль. Изящно, просто, вдохновенно. Да, я думаю, это было навеяно, так сказать, образом такого же вокзала в Петербурге. Ну, мы знаем, что там вокзал есть в Московске, вы выходите и сразу на Невске попадаете. Удивительно, удивительно было найдено место. И поскольку у нас Петербург северная столица, вот тогда была столица, уже государство российское, напомним, что Петербург перестал быть столицей в 18-м году. Вот почему, собственно, образ вот северного такого города, да, европейский стиль, вот он в Москве оказался. А строил в Петербурге тоже Тун? Один архитектор, два вокзала, очень удобно. Кстати, такая остроумная, да? Остроумная. И на Петербургский вокзал появился раньше московского. Вот они одновременно открылись, но у нас ведь тоже мог быть вокзал в центре города. Но москвичи очень боялись пожаров. Москва – город, который горел неоднократно. У нас даже пословица есть такая. От копеечной спички вся Москва сгорела. То есть имеется в виду, что свечки, от копеечной свечки, да, то есть свечку ставили в какой-то часовне, и всё, она вспыхивала. И вся Москва сгорает. То есть 17-й век, 16-й, но это великие московские пожары. И вот боялись. Ну как же так? Ведь уголь же, да, вы понимаете, там огонь. Не дай бог искра выскочит, и всё сгорит. Ну что ж, тогда нашли самое такое место, ну не очень подходящее, но безопасное Каланчевское поле. Большое-большое пространство. Вот когда-то были склады артиллерийские. Ну уж там-то точно ничего не сгорит. Вот так повелось изначально, что в Питере там в центре вокзал, а в Москве первый вокзал, вот он находился... На Каланчевском поле. Да, там за пределами города. И так уж и повелось. Да говорят, это Каланчевское поле было такое бросовое место. Да, да. Туда свозили мусор, там жили бомжи всегда. Асоциальные элементы. Асоциальные элементы. Совершенно верно. Нашли вот что ни попадя. Вот лишь бы вот там эту дорогу построили. Потому что не нужно думать, что тогда все были так рады. И столько было сторонников развития железных дорог в России. Да Лев Николаевич Толстой говорил, что же это такое. Эти дороги, они же поля-то все это разделили. Как же это скот там будет пастись, там эти стада. Животные бегать. Да, он прямо говорил, что это не очень хорошо, так сказать, для России. Но если учесть, что Лев Николаевич Толстой любил ходить пешком и ходил из Москвы до Ясной поляны за несколько дней. Я думаю, это был и протест какой-то даже. Потому что он бы сел и поехал. Нет, не любил. Он ездил, конечно, по железной дороге. Не нужно думать, что все время пешком ходил в Ясную поляну. Он бы не дошел никогда. Не написал бы то, что он написал. Он три дня там шел пешком. С ге. С художником ге они ходили. Нашли друг друга в этом смысле. Сказать, что любители вот такого отдыха. Пеших прогулок. Один вокзал, второй, третий, четвертый. И вот уже представьте себе, что на рубеже 19-20 веков в Москву идут аж 10 дорог железных. Давайте назовем их. Николаевская, Савеловская, Ярославская, Казанская, Нижегородская, Курская, Павелецкая, Брянская, Брестская и Виндавская. И вот они все идут в Москву. В Москву везут хлопок, лен, шерсть, сало, масло. То есть уже проложены сад железной дороги. Да, бум. Строитель, не только строитель, промышленный бум в Москве. То есть здесь строятся огромные заводы, фабрики, и даже мелкие артели в большом числе плодятся. Все работают, везде шумят станки. Все это в жутких, конечно, условиях, потому что не поспевает вот эта социальная инфраструктура, так сказать, со развитием промышленности. Но, тем не менее, вкладываются, инвестируются огромные средства. Во что превратилась в Москва? Ну, прежде всего, в огромный индустриально-торговый центр, где масса предприятий различных отраслей промышленности производит продукцию. Этим предприятиям нужно сырье и материалы. Эти материалы превращаются в товары, которые нужно развозить. Не только по всей России. По Москве. Их продают, да, по Москве, в Европу. И в Европу. Вспомним, что Россия же кормила зерном весь мир накануне 1917 года, даже в Октябрьский переворот или революции, как раньше говорили. И вот Москва переживает второе рождение. Да, здесь сосредоточены интересы тысяч продавцов и покупателей. То есть, это огромная, сильная держава. Огромное государство в государстве, да. И вот представьте себе такой склад, где чего только нет. Ещё и перевалочный пункт, потому что везут в Москву для того, чтобы с одной дороги на другую, там, с востока на запад. Вот интересные цифры об интенсивности движения они свидетельствуют. В 1897 году через Москву было перевезено более 245 миллионов пудов грузов. Один пуд, напомню, равен 16,38 килограмма. Ничего себе. Представляете? Миллионов. А вот здесь в 1905 году в два раза вырос этот показатель. Пассажиров в этом же году 15 миллионов проехало через Москву. Ну, это в Москве тогда не жило даже столько. Вот я сейчас скажу, кстати, сколько в Москве, интересно, проживало людей. А вот удивительно, гораздо меньше. За десятилетия с 1897 года, когда проживало чуть больше одного миллиона, за 10 лет увеличилось на 300 тысяч человек. То есть на треть, всего за 10 лет. То есть вот эти провинциалы из губернии ближайших приезжали в Москву. Естественно, они устраивались работать. Готовы были с утра до вечера вкалывать. Только бы жить в Москве. Ещё Толстой писал, он жил у себя в Хамовниках. И напротив, мы в одной из передач говорили об этом, заводы были, пивной завод, где люди там же и спали под этими станками. Это жуткое дело. То есть они соглашались на самую низкую оплату. И на самую тяжёлую работу. Да, при приехавшей. А почему так? Так хотелось в столицу? Или потому что не было работы? Работа у себя в своих губерниях. И они, а жить-то надо, так сказать, происходит расцвет промышленности. Причём бурный такой. Можно сказать, неконтролируемый. И что вы думаете, к чему же это привело? Вот такой рост населения Москвы, геометрической прогрессии, привёл к тому, что в 1908 году коренных москвичей осталось только 14%. Я часто спрашиваю на встречах с читателями, и мне говорят разные, разные ответы дают. Я говорю, ну как вы думаете, ну сколько вот у нас сейчас коренных москвичей? Сколько сто лет назад? Люди не верят в эту цифру. Я почему обращаю на это внимание? Вы представьте, в 1908 году 14%, ну что говорить, ну сколько же их осталось сегодняшнему? Процента два. Понимаете, там даже, может быть, один процент, потому что действительно, что такое коренной москвич? Это когда три поколения живут в Москве. Ну вот я коренной москвич. Да, вот как раз редкое исключение из правил, и вот понятно, почему так произошло. Идёт смешение, полное смешение. Людей, характеров, темпераментов, наций, национальностей. И вот все они едут в Москву, они ходят по московским улицам. А как вот, кстати, товары, как переводится? Ну, бужевым транспортом, на лошадях. Значит, надо с одного вокзала, допустим, с Николаевского, перевезти на Брестский, да, целый вагон, значит, этого хлопка. Ну как это? Только на лошадях. Потому что дороги-то нет, которая бы соединяла все вокзалы. Вот в чём была главная проблема того коллапса транспортного, который сложился в Москве, ну, более чем 100 лет назад, в начале 20 века. Вот мечта о дороге, которая соединит все вокзалы. Соединит вокзалы, и что так будет легко и просто. Тут ещё один есть нюансик. Объективные трудности. А что это за такие трудности? А это то, что, конечно, были люди, не заинтересованные в строительстве дороги. Это те, кто занимался перевозкой. Конечно, они сразу теряют бизнес. Они брали по три копейки за пуд в один конец. Представляете, какой был бизнес? Богатые люди. Да. Ну, пробки были жуткие просто. А мостовые-то булыжные. Попробуйте по ним вот. Даже вот, я хочу сказать, чемодан очень тяжело везти. Вот на колёсиках по булыжным мостовой. Там вот в Риге, например, просто невозможно. Там же старый город, он весь в Риге, в Таллине, весь старый булыжник. Это жуткое вообще явление. И звук от этого, понимаете? Звук ничем невозможно спутать, когда эти колёсики стучат. Надо сказать, что в Риге вообще очень тяжёлая транспортная ситуация, потому что на машине, вот мы проехали в этом году на машине, улицы, в которых нет поворотов, улицы очень плохо с объявлениями, с указателями, их практически нет. Поэтому очень трудно запутанно для автомобилиста. Рига тяжёлый город. Ну, а в Таллине, конечно, центр булыжный, но тротуары обыкновенные, поэтому можно везти чемоданчик. Ну, и в центре города, вокзал тоже практически в центре города, в Таллине. Да, он тоже, вокзал такой довольно специфический, я бы сказал, и там много можно чего услышать, и по-русски прежде всего. Прежде всего, на русском языке, на хорошем. Такое ощущение, что уже ты приехал. Потому что там, говорят, определённые выражения используются. Сразу чувствуешь, что ты всё-таки в своей среде. Большое количество магазинов свиноводочной продукции, вот, конечно, именно около вокзала. Ну, это на определённые мысли, конечно, наводит. Так вот, что касается Москвы. Вот представьте себе, ладно, с товарами, сырьём, но ведь прибывают войска в Москву. Это тоже такой перевалочный пункт. Вот они приезжают на поезде на Николаевский вокзал. А дальше им нужно следовать Варшаву. Потому что Польша, да, это была часть России, как мы помним, царской. Вот они должны, выгрузившись из вагонов, полной амуницией, строим, проследовать шесть верст в хамомнические казармы. Там они обедают. Ну, а где же их кормить-то? Не на вокзале же их кормить? Оттуда, в таком же порядке, они топают пять верст на Брестский вокзал. Так, ныне белорусский. Откуда, естественно, они едут уже в Варшаву? Ну, вы представляете? А вот если мобилизация? А если война? Вот вся Москва встала бы просто в пробках. Уже от того, что эшелоны с войсками прибывают, разгружаются. То есть, это создавало, ну, жуткие проблемы. И грозило коллапсом ещё большего масштаба в случае начала войны. Впоследствии, так сказать. Что и случилось. Что и случилось, да. Но давайте зададимся вопросом. Ну, что ж так долго-то? Не решались ли? Ну, почему? Ну, уже было понятно, что надо глядеть вперёд. Смотреть вперёд надо. Строить дорогу, которая соединит вокзалы. Да. Ну, и вот уже в 70-х годах, 1870-х годах, уже начали появляться реальные предложения. Представляете, ещё не все вокзалы построены. У нас в Москве 9 вокзалов. Не все вокзалы построены. Но уже нашлись те, кто способен был заглянуть и завтра, и послезавтра. Что строительство дороги позволит просто совершить рывок в Москве, да. Сколько облегчения, сколько простых решений появится. Да, потому что не будет тогда количества такого людей, приезжающих в Москву, готовых за копейки работать от зари до зари. Был такой купец Сушкин. Вот он и предложил в 1869 году первый проект создания кольцевой дороги. Потом уже подтянулись инженеры, пороховщиков, игрщиков. Они предлагают. Давайте возьмём камер-колежский вал на тот период административную границу Москвы. И там проложим железную дорогу. Очень удобно. Смета составила 13 миллионов рублей. Ну, казалось бы, ну как хорошо. Нашлись люди, как всегда, да, у нас в России так часто. Кто-то вот один, да. Но где взять деньги? Московские думцы той эпохи, значит, этот вопрос заволокители, скажем так. То есть, я думаю от того, что там же и купцы тоже сидели. Им это было невыгодно, конечно. Им невыгодно. Им выгодно, чтобы возили по три копейки за путь. Этого Сушкина они не любили. Да, ни Сушкина, никого вообще. И такие, вы знаете, речи тогда в то время слышали в Думе, что а зачем нам это надо? Ну, для чего это? Сколько денег? К чему это всё? Надо просчитать экономическую выгоду. Вот, то есть, голосовали, обсуждали, в комитетах там заседали, заседали. Время шло. Конечно. И вот ещё один замечательный человек, инженер Антонович, также предлагает. То есть, не унимаются. Вот инициаторы не унимаются. Несмотря ни на какую бюрократию. Мысль-то работает. Азартных людей много. Люди понимают, что ну надо строить. Ну потому что, ну всё, это просто будет конец уже через 20 лет. Но Москва задохнётся. Да, вот эти припоны бюрократические. Но ничего не помогает. Ответ один. В настоящее время сооружение дороги не содержит в себе большого значения для Москвы. Всё, Москва пухнет, задыхается, вот, как будто вот на шее её завязывается верёвка. Понимаете? Просто душно уже, ну невозможно. Вот и сдерживается экономическое развитие. Кстати, отсюда и диспропорции в развитии Москвы такие, да, что в одном районе больше заводов, в другом там меньше. Они никак не связаны с собой. Людям негде жить там, то есть жильё потом уже строят при заводах эти бараки, хибары. Ну и что же? Естественно, всё закончилось в один момент. Когда в дело вмешался император Николай II. Только он мог решить этот вопрос. Не московские думцы, а как это часто у нас бывает, самый главный человек в стране. Император. Он собирает совещания и начинают выбирать проекты. Проектов было несколько, и один из них принадлежал действительному статскому советнику, инженеру Петру Ивановичу Рашевскому. Вот его и назначают начальником работ по сооружению дороги. Сохранилась легенда до нашего времени, что император собственноручно написал на его проекте резолюцию. Дорога должна иметь сообразный первопрестольный столицы вид. И сказал при этом, что он надеется, что дорога будет образцовой для всей России, для Европы. То есть вот такую, надо не дорогу, а игрушку построить, вот так скажем. Конечно, быстро только, так сказать, сказка сказывалась. Потому что не мог же император каждый день собирать совещание. Всё опять заволокитилось. Да, да, вот опять-опять бюрократия. Рашевский предлагает такой проект. Значит, длина дороги будет 41 верста. Она будет пересекаться со всеми десятью дорогами. Вот этими дорогами, да. Примерно в двух-пяти верстах от вокзала. То есть вот это такое кольцо, да, оно проходит через все пути. И пути, и вокзалы. Вот примерно в пяти верстах от каждого вокзала, не доезжая. Там сортировочная станция, где перегружаются, соответственно, тем самым вагоны. Товары. Сортировка там просто очень, ну, продумано, довольно умно было сделано. Опять же, это кольцо. Мы же привыкли жить в кольцах, правильно? Внутри кольца. И это же расширяло ещё к тому же и границы самого города. Потому что, естественно, что в этих местах будет развиваться промышленность, будет и жизнь туда. Жильё будет строиться потихоньку. Да, из центров, где уже просто задыхаются люди, там, друг на друге уже спят, буквально с места. Ну, и, естественно, здесь Москва-река играла большую роль. Потому что вокзалы, вот тот же Павелецкий вокзал, почему же он там построен? Мы знаем сейчас Павелецкую набережную. Там Москва-река, там был крупнейший транспортный центр. То есть приходили по Москва-реке на баржах тоже товары, вот, и перегружались, или, наоборот, туда их загружали. Перегружали. Там вокзал рядом, очень удобно. Всё продумано было, потому что всё-таки в основном строили частные инвесторы всегда. Не государство, государства денег не было в таком количестве. Купцы скидывались там. Строили, и, конечно, искали свою выгоду, безусловно. Да, первое критерие – это скорейший возврат средств. И вот 7 августа 1898 года последовало высочайшее соизволение на производство, изыскание окружной дороги. Начали, наконец-то... Строить. Да, работы как таковые. Им составили смету, что стоимость строительства кольца будет 50 миллионов рублей. Ну, вопрос такой. Много это или мало? Или мало? По тем временам это не так вот много. Да. Вот я нашёл интересный источник 100-летней давности. Меня интересовало, сколько вообще бюджет Москвы составлял. В то время, да? Ну, конец, там, 19-го века. 4 миллиона 700 тысяч всего, представляете? А нужно 50 миллионов. В 2014 году уже 52 миллиона. Ну, хорошо, в 2014 году 52 миллиона. Ну, нужно 50, потому что весь бюджет на дорогу нужно впустить. А ведь сколько ещё проблем в Москве нерешённых, да? Там больницы те же самые. В школу, в сиротские дома, приюты, культуры. То есть, своими силами город со строительством явно не справился бы тогда. Только казна должна помочь государству в лице российского правительства. Ну, нашёлся противник, представьте себе, очень авторитетный, небезызвестный министр финансов Сергей Витте. Который стал всячески вставлять палки в колёса. Почему? Ну, тут разные причины называются. Он говорил, что окупится долго. Зачем нам это надо? У нас сейчас других проблем хватает. Давайте на чём-нибудь сэкономим. Витте некоторое время назад подавался как блестящий такой реформатор. И вот я стал искать. Оказывается, уже в то время ходили упорно слухи о том, что он брал взятки. Звали его купцы «Наш Витя». Если нужно пробить строительство было, дороги, например, где-либо. Надо дать ему. Так вышло в одном из городов, там, в Самаре, в Саранск, по-моему. Там купцы, они не продумали. Сначала они не захотели строить дорогу. Дали ему, так сказать... Нашему Витте. Потом вдруг они поняли, что они сами себе сука режут. Что такое дорога? Это развитие торгового. Развитие. Это их деньги. Да. Потом опять пришлось давать. Ну, вот о нём такое ходило. Такая ходила информация, что он вот такой деловой человек был, но такой вот не... Не чужд. Не чужд, да. Как корыстолюбие. Ну, это нормальное явление, в общем-то. Что с Меншиковым ещё повелось. Как посмотреть. Но у Меншиков всё-таки большая легенда о том, что он был жуликом. Он был всё-таки не жулик. Да. Ну, в большей степени, наверное, он государственный деятель. В том жулик уже. Ну, может быть, мелкий такой. Небольшой. Да не то, что небольшой. Сам Пётр много поощрял. И человек лично себе это брал немного на встречу. Ну, о Меншиковым мы как-нибудь поговорим. Потому что человека оболгали в истории несправедливо. И вот с Витте стал активно бороться другой министр, министр путей сообщения, князь Михаил Иванович Хилков. Витте называл его немного так иронично обермашинист, дескать. А с ним не о чем разговаривать, только о железных дорогах. Но человек-то был какой, Хилков, да? При нём в два раза выросла протяжённость железных дорог Российской империи. А он был министром 10 лет. С 1895 по 1905 года. Строил ежегодно 2500 километров железных путей. Таких показателей не было даже в времена СССР. Там был такой железный нарком Каганович. Такой был жуткий человек, надо сказать. Со специфическим методом добивался. Расстреливал. Расстреливал и бил людей просто откровенно. Про него говорили очень много. Больной психический человек. Прожил почти 100 лет. На Фруненской набережной жил. Прекрасно себя чувствовал. Да. А сколько подписал расстрельных? Главное, спокойно жил. Я вот удивляюсь. Человека ничего, наверное, не мучило. Понимаете? Несовесть там. Несколько людей же хотел добраться до него. Это же факты известные. Тот же Молотов, например. Когда его в партию-то обстановили при Черненко. Он же приехал. Он уже был, ну, сколько ему, 90 лет. Что-то он плохо выглядит. Я боюсь, долго не протянет. Так, по-моему, он сказал при Черненко. Да. Вручили ему значок 50 лет в партию. Вот как. Видите, как хорошо все. Ну, не будем, так сказать, Кагановича. Вот скажем о Хилкове. Что один из ярких государственных деятелей Российской империи. А как жаль, что мы мало про него знаем. Да, мало, тем более до него был другой министр, Кривошеин, который там и аэростратчиком оказался, и просто... Неприличным человеком. Неприличным даже говорить об этом стыдно. Ну, в общем, Хилков очень много сделал для того, чтобы пробить этот проект. Все они предусмотрели. Что ширина двух путей не менее 5,5 сажений. Радиус дороги не круче 200 сажений. Все четыре моста через Москву-реку должны быть на каменных опорах с металлическими фермами. Железнодорожные пути не должны пересекаться на одном уровне с проезжими дорогами. То есть, вот все заранее, заранее. Все продумано. Не так, как обычно. Построили дорогу, а там переезды нет. Пассажирские здания непременно каменные, либо кирпичные. И главное, что благодаря ему протяженность дороги выросла почти на четверть. Ну, естественно, с мета выросла. Уже 62 миллиона. Рашевский же понял, что ему царь-то сказал. Что давай, создавай образцовую дорогу в Российской империи. Он решил не экономить. Что он придумал? Чтобы окупить быстро расходы на строительство окружной железной дороги, проложить в полосе отчуждения две кольцевые водопроводные трубы, которые позволяли бы поднимать воду из артезианских колодцев. Также качать ее из Москвы-реки. Естественно, что это обеспечило всю дорогу водой, а также позволило продавать ее. Понимаете, торговать водой. Дорога торгует водой, да? И окупает, естественно, огромные затраты. Кроме того, он сказал, что затраты всего 750 тысяч рублей составят. Это небольшие деньги. Но ведь какая прибыль? Прибыль большая. Потому что воды-то... А главное, как удобно. Вода нужна всегда. Да. Еще придумал такую вещь интересную. Проложить для дороги электрический кабель, который питал бы все сооружения, депо, станции и платформы. А излишки энергии продавать заводам и фабрикам, которые находятся. Очень умно, да. Ну, что сказать? Заседал Государственный совет. Ну, мы помним заседание Государственного совета. Репина. Картина Репина. Висит в Петербурге, в Русском музее. Вот они сидят, заседают, заседают. Что они ему сказали? Что, конечно, 62 миллиона, это он заломил. Вот тебе 38 миллионов, и не нужен нам ни водопровод никакой. Ни электричество. Все, вот сколько есть, и уже радуйтесь этому. И, наконец, 902 год наступил. Май месяц. 1 числа объявляется через газеты о создании управления по постройке Московской окружной железной дороги. Самые разные купцы участвовали в постройке, потому что был объявлен конкурс. Торги. Вот торги, в них участвуют купцы. И, соответственно, кто предлагает более приемлемые условия, тот побеждает. И тот платит деньги. Да, и государству выгоднее, естественно. И вот даже фамилии остались. Например, Забелин, Богданович, Масюков. Чаев, Зябкин. Вот все эти купцы, они, соответственно, ну, конечно, здорово заработали на этом. Но и дело-то было благородное. Да. Но и вложились. Но и вложились. Но была одна такая работа, такой эпизод. Ну, пришлось, так сказать, рыть все-таки не за счет какого-то, не прибегая к помощи какого-либо купца. Значит, что это было? Копка канала вдоль соединительной ветки с Николаевской железной дорогой. Дело в том, что рытье вот этой канавы на глубине в одну сажень в водоносном слой оказалось настолько сложным делом, что подрядчики, вот эти купцы, заломили неподъемную цену. 20 тысяч рублей. Ну, пришлось на стороне искать, и за 8 тысяч прорыли эту канаву. Вот такой эпизод, но он один. Саш, приживемся на некоторое время и вернемся в студию. Мы сегодня говорим об истории Московской окружной железной дороги, о судьбах людей, которые способствовали тому, чтобы проект состоялся и был прекрасным. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, рассказывает нам историю окружной железной дороги. Ирина Кленская у микрофона. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok